возвращаемся к настройке нашей сцены вторая часть нашего видео так давайте продолжим на том на что мы остановились так посмотрим на при рендер видим что источник не направлены обратно включаем наш и с файл давайте уберем интенсивность работаем над температурой также мне хочется этот источник направить на стену чтобы получить красивый световой рисунок давайте сделаем link между источником и самим спотом выбираем инструмент silicon link приотачиваем наш источник теперь если мы будем вращать давайте немного отвернем вот так Продолжение следует... Такая картина мне нравится больше. Давайте теперь включим наши источники. Видим небольшой пересвет. Давайте интенсивность уменьшим. Сейчас свет выглядит более-менее адекватно. Небольшой пересвет мы тем не менее наблюдаем, но это абсолютно нормально, поскольку источник расположен очень близко к нашей поверхности. И это вполне адекватная картина для данного. Для этой камеры потом можно будет слегка прибрать Highlight Compress и получить примерно следующий результат. Давайте теперь глянем с основной камеры. Сейчас уже, когда наша схема освещения настроена, можем включить отображение наших материалов, чтобы посмотреть, как свет взаимодействует именно с материалами. Скорее всего, придется интенсивность нескольких источников подредактировать. Давайте уберем галочку Material, Highlight. Подождем, пока сцена загрузится, перепросчитается. До встречи. КОНЕЦ и сейчас мы видим немного более другую картину видим что наши жесткие пересветы которых мы так боялись они у нас ушли поскольку материал спинки у нас более темный он больше света поглощает нежели отражает давайте посмотрим как будет реагировать highlight compress так теперь что я вижу у меня полностью теряется геометрия вот в этом углу давайте сделаем фейковый источник подсветим именно геометрию геометрию этого растения также слишком темно в районе штор здесь тоже будет фейковый источник с очень-очень низкой интенсивностью чтобы слегка разбавить слишком темный участок так давайте это сделаем создаем новый источник корона light указываем что это будет ректэнгл у этого источника я воспользуюсь target target в данном случае направлю на наш цветок цветок у нас группе поэтому для этого источника добавляю всю группу он будет в include листе то есть этот источник будет освещать только наш цветок нажимаем ok давайте посмотрим на результат первым делом для него мы оставляем белый цвет 6500 кельвинов давайте перемещаем наш источник добьемся красивой игры светотени выставляем больше направленности а и и и и Слишком большая интенсивность. Теперь посмотрим из камеры. Продолжение следует... Сравним, что у нас было до и после. Мы видим, как без добавления фейкового источника у нас терялся цветок в этом темном углу. Сейчас же мы его отдельно подсветили. У нас читается каждый лист. Отдельно еще нужно будет доработать материалы. Но что касается освещенности, такой свет более приятный. У нас заиграли некоторые блики. Также у этого источника отключаем Visible Direct. Чтобы мы его не видели на рендере. Давайте еще сделаем фейковый источник на наши шторы. Для этого давайте возьмем большой лайт из окна. Повернем его на 180. Сделаем независимую копию. Поставим его в нашей сцене. Добавим, чтобы он освещал только наши шторы. Include. Теперь заходим в камеру. Единственный параметр, который нам нужно будет поменять, это его интенсивность. Мы сейчас видим, что сильно пересвечено. Также уберем Visible Direct. Давайте сохраним до и после. Сохраним картинку без этого источника. Теперь давайте включим. Начнем настраивать его интенсивность. Значение нужно минимально. Глаз не должен уловить то, что эти шторы искусственно подсвечены. А просто мы должны слегка разбавить слишком темный участок. А вот мы видим до и после. То есть значение минимальное. Вот если мы поближе посмотрим. Можно еще немного повысить. Но больше, я думаю, не стоит, потому что это станет слишком явно. Давайте сравним до и после. На мой субъективный взгляд здесь стало приятнее. Мы видим более мягкую ткань с более мягкими тенями. Теперь давайте пройдемся по остальным моментам нашей сцены. Продолжение следует... Единственное, что я здесь вижу, необходимо доработать вот этот материал. Что касается освещения, здесь мне нравится световой рисунок. В целом, картинка приятная. Давайте пройдемся по другим частям. Довольно красивый теневой рисунок. Довольно красивый теневой рисунок. Когда у нас комната заполнена одним лишь направленным светом из окна. Давайте посмотрим, как у нас... Давайте посмотрим, как у нас... Смотрится свет на ткани. Ткани у нас заслуживают отдельного внимания, потому что это... Довольно мягкие поверхности. Довольно мягкие поверхности. Как правило, они очень много света в себе поглощают. Тени на них более мягкие. Довольно мягкие поверхности. Давайте сохраним картинку до. Так, я создам камеру, чтобы не потерять этот вид. Теперь создам еще один источник. Продолжение следует... теперь добавлю наше кресло в этот источник закрою группу для того чтобы добавить группу полностью видим что 14 объектов добавлено это те объекты которые находятся в этой группе теперь давайте перейдем в эту камеру запустим интерактив уберем немного интенсивность теперь сравним до и после мы разбавили тени получили более мягкую фактуру можно еще немного добавить интенсивность видим разницу при этом разница у нас только на кресле только на самой ткани у нас никак не поменялась тень от самого кресла мы лишь разбавили тени на ткани можно убрать у источника директ получить более мягкий свет в таком случае немного добавить интенсивность немного шум у нас постепенно уходит и мы видим результат давайте самую малость добавим отличный результат не будем долго задерживаться на том моменте чтобы источники нам не мешали включаем у них режим wireframe также даем им корректные имена даем имена если это и и и в и 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 Теперь посмотрим на нашу кровать. Продолжение следует... С кроватью, в принципе, у нас все в порядке. Можно слегка также разбавить тень на ткани, но это не сильно критично. Можем оставить так, как есть. Давайте поближе посмотрим на вот этот столик. Так же, как в случае с растением, он у нас сейчас теряется в тени. Мы абсолютно не видим деталей с этой стороны. У нас темная плоская поверхность. Поэтому давайте создадим небольшой фейк для этого. Также посмотрим до и после. Берем наш источник. Копируем. Назовем его fake столик. Возьмем его target. Продолжение следует... Продолжение следует... Отключим данный источник света. Обновим include list. Так, столик у нас в группе. Добавляем группу из трех объектов. Начинаем предпросчет. Продолжение следует... Думаю, достаточно. Давайте сохраним. Теперь включим наш источник. Посмотрим на результат. Мы видим как объект стал намного интереснее. Все наши плоскости разбавились отражениями. То есть здесь у нас есть просто плоская поверхность. Черная, плоская, не интересная, которая не несет в себе никакой информации о форме объекта. Мы форму объекта можем узнать только исходя из контура. Сейчас же мы добавляем еще один источник света и у нас появляется дополнительная информация, которая нам позволяет лучше прочитать форму этого объекта. То есть у нас появились блики, появились светотеневые рисунки и и такая картина выглядит куда более интереснее. Можем немного добавить интенсивности. Так, и немного изменить положение. Можно убрать Visible с рефлекта. В таком случае у нас пропадают блики, но остается светотеневой рисунок. Так, давайте все-таки включим блики, но проиграемся с положением света. Еще одно важное замечание, что мы это делаем под какой-то определенный ракурс. То есть смотрим на камеру, видим где какие элементы нам стоит доработать. Вот так, мне кажется, отлично. Давайте дальше пройдем по нашей сцене. Посмотрим, например, вот сюда. В принципе, никаких проблем я здесь не вижу. Все наши формы читаются, тени присутствуют. Можно из этого получить интересный ракурс. В общем, на этом по освещению мы закончили. Рендеры того, что получилось, я приложу к этому видео. На этом мы с вами заканчиваем. Желаю вам легкой и быстрой настройки ваших сцен, приятных рендеров. На этом всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...